И последний вопрос на сегодня. Смотри, человек продал еду или аджель, со срочкой. Под едой здесь подразумевается еда, в которой протекает риба. Еда, в которой протекает риба. Допустим, продал мешок пшеницы со срочкой платежа. Сколько стоит мешок пшеницы? Говорит, допустим, 5000 риалов. Так, можно я заберу мешок пшеницы, а расплачусь через месяц? Можно. Так в основе своей разрешается или нет, во-первых? Так делать разрешается. Потому что, мы говорили, денежные купюры за пшеницу являются двумя разными родами. А между родами не должно быть необязательно соблюдение ни одного из двух условий. Ни из рук в руки, ни разницы. Далее говорит, А когда, говорит, пришло время расплаты, первый продавец вместо денег у покупателя забрал тоже еду. То есть, опять забрал мешок пшеницы, допустим. Такое разрешено или нет? До того, как забрал у него денег. То есть, пришел покупатель, первый покупатель пришел и говорит, Помнишь, я у тебя месяц назад муку покупал? Да. Сколько она стоила пять тысяч? Время пришло расплатиться? Да, время пришло расплатиться. Слушай, у меня денег нет, но у меня есть мешок пшеницы, допустим, или мешок муки. Или, допустим, мешок какой муки? Уже не пшеничной муки, допустим, а ячменной муки. Забери у меня ее вместо этих пяти тысяч, например. Говорит, такое разрешено или нет? То есть понятно, что если он возьмет у него денег, вот эти 5 тысяч заберет у него, а потом у него купит на эти 5 тысяч денег мешок муки, это разрешено. Но если он не забрав денег, сразу заберет у него в качестве платы не деньги, а муку. Вот это разрешено или не разрешено? То есть у нас что получается в итоге? У нас получается, что если мы продаем муку за муку, допустим, пшеницу за пшеницу или пшеницу за ячмень, мы говорили, что это должно произойти как из рук в руки. А здесь у нас получается в итоге, в результате как? Продал мешок муки, а ответный мешок муки, допустим, или мешок ячменя, получил только через месяц. То есть получилось не из рук в руки. Такое разрешено или такое не разрешено? В этом вопросе два мнения. А здесь необходимо смотреть. Те, которые говорят, что любая еда, в ней протекает рыба, они имеют в виду не только пшеницу, но любую еду. А те, которые говорят, что протекает рыба только пшеница, ячменей, финики и так далее, под едой здесь имеется в виду только вот эти предметы, пшеницу, ячменей и так далее. То есть, допустим, если ты продал помидоры и через месяц вместо помидоров забрал картошку. Проблема есть или нет? В этом проблемы нет, потому что ни в помидорах, ни в картошке, по более правильному мнению, рыба не протекает. Поэтому мы ограничили это чем? Тем, что под едой имеется в виду такая еда, в которой протекает рыба. Говорит, فَحُرِّمَا كَمَزْ أَلَا تَلْعِينَ Поэтому, при верце первого мнения сказали, это является запретным, так как открывает дорогу для продажи того, в чем рыба, за то, в чем рыба, не из рук в руки. Поэтому, говорит, это запрещено. Так же, как Бэйв Аль-Ина. فَعَلَهَدَ كُلُّ شَيْئَنِ حُرِّمَا النَّسَا فِيهِمَا لَا يَجُزْ أَنْ يُخَدُ أَحَدُ أَحَدُ أُمَعِيُوَ بَنْ أَنِ الْآخَرِ Исходя, говорит, из этого, каждые две вещи, относительно которых происходит продажа или должна происходить продажа из рук в руки, запрещено, говорит, продавать один товар, не взяв за него ответный товар. Так, что ты ответный товар берешь только через месяц. Говорит, قَبْلَ الْقَبْ لِسَمَنْهِي. А если же ты возьмешь деньги сначала у человека, а потом за эти деньги уже купишь у него ответный товар, то это, говорит, разрешено. Так, потому что здесь не происходит чего-то запретного. إِذَا كَنَ الْبِعْ نَسَاً وَرُوِ عَذَا الْقَوْلْ عَنْ إِبْنَ عَبْبَاسِ وَإِبْنُ عُمَرِ И это, говорит, мнение передается от Ибн Аббаса и от Ибн Умара. Говорит, что касается Асара Ибн Аббаса, то это приходит у Ибн Аббишейба с достоверными снадом, а что касается Асара Ибн Умара, то мы его не нашли. Отстанье, теперь второе мнение в этом вопросе. إِذَا كَنَ الْقَوْلْ عَلْجَوَاسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْحِيلَ То, что это разрешено, если люди это сделали не специально. То есть человек забрал мешок муки, обещал 5000 реалов через месяц, пришел, но денег нет у него. Нет денег не специально. И решил расплатиться чем? Такой же мукой. Второе мнение скажет, что это разрешено. И это мнение Аббуша Аса, а также Саиды Ибн Аджубейра, а также Зайну Аббидина, а также Имама Шафия, а также Ибн Мунзира и Ханафитов. Али Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни сказал Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни Говорит Ибн Кудама, и то, что кажется более крепким мнением у меня, это то, что это разрешено, если люди делают это не из хитрости. И он не имел такого намерения вначале. Когда покупал муку, действительно думал, что через месяц расплатится деньгами. Но потом в конце месяца у него денег не оказалось. Говорит Говорит, потому что человек купил еду, в данном случае пшеницу, за деньги, которые физзимма. То есть, что значит деньги физзимма? Деньги в уме. То есть, денег он не отдал. Деньги только обещаны. Говорит То есть, он решил отдать эти деньги после того, как этот акт, то есть, акт сделки состоялся. А не сразу при этом. И это является действительным. Говорит Так же, как если бы товар был не едой, в которой протекает рыба, а чем-то другим, которым изначально рыба не протекает. Как, допустим, животное или одежда. По аргументации, ну куда мы, понятно или нет? Говорит, человек не делает это специально. Но так получилось, в этом случае, говорит, это разрешено. Говорит То есть, этот вопрос очень похож на торговлю Аль-Ина. То есть, когда люди что делают? Могут применить хитрость для получения того, что запрещено. Для получения рыба. Поэтому, говорит, более правильно то, что это запрещено. Как об этом дал фетву кто? Ибн Аббас Ибн Аббас И то, что кажется более правильным мнением в этом вопросе, это слова Ибн Кудана. О том, что если действительно люди не сговорились на это заранее, то есть, не было предварительного сговора, то это должно быть разрешено. То же самое, что мы говорили относительно денег. То есть, если человек занимает у тебя деньги, например, в долларах, затем через месяц должен отдать тебе столько же долларов, сколько он занял ранее. Но приходит через месяц и говорит, у меня нет долларов, но есть, допустим, еминский реал. Мы говорили то, что это разрешено, если это не произошло по предварительному сговору. Основываясь на хадис кого? На хадис Ибн Аббас И на фетву Ибн Аббас И в этом вопросе. То, что человек продавал верблюдов за золото и расплачивали с ним серебром. То есть, без предварительного сговора на это. И говорили то, что это является разрешенным. Словик. Здесь то же самое. Человек покупает муку и имеет намерение отдать за эту муку деньгами. И записывает долг деньгами. Но затем приходит, и денег у него нет. И в этом случае он может расплатиться такой же мукой. Но если он расплачивается такой же мукой, тогда он должен расплатиться в этом же объеме. Забирал мешок такой, то должен вернуть таким же мешком. Если же он расплачивается не такой же мукой, а допустим, за пшеницу расплачивается ячменем, то здесь уже не ставится такого условия, чтобы расплата происходила в таком же объеме, как и когда человек брал долг пшеницу. Почему? Потому что между ячменем и пшеницей можно продавать одно больше другого. Понятно или нет? Это, иншалла, мнение более правильное в этом вопросе. Потому что контексты одни и те же. Если мы разрешаем делать это в деньгах, то есть расплачиваться другой валютой, без предварительного сговора и без предварительной договоренности, то должны разрешить это и здесь. Что касается других видов, в которых протекает риба, так как между ними в этом разницы нет. Субханахаллаху, амбихамди, кашануаллах, илляхе, иллянта, астахаруллаху, ауатубы, илляхи.